Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член правления торгово-промышленной палаты Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Ассоциации гильдии экспертов финансового рынка. Сейчас расскажет нам об источниках и инструментах финансирования проектов развития бизнеса. Владимир Андреевич, Вам слово. Спасибо. К сожалению, конечно, ушел губернатор, но у нас присутствует Алексей Иванович. А у нас Наталья Геннадьевна осталась. Наталья Геннадьевна, вы теперь здесь власть. Мне, кстати, Игорь Иванович посоветовал с Вами переговорить. Очень здорово, что Вы здесь. Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рад, что Вы пригласили меня на Ваш замечательный форум. И от имени правления торгово-промышленной палаты России и его совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике я, конечно же, приветствую и хочу пожелать успешной работы форуму. И, надеюсь, та сессия инвестиционная, которую организовал совместно с торгово-промышленной палатой Восточной Сибири наш совет завтра будет очень полезна Вам. Я хотел бы оттолкнуться от той информации, которую нам сегодня предоставил министр. Совершенно очевидно, что у Иркутской области есть огромный как промышленный, так и природно-ресурсный потенциал. И инвестиционный потенциал в том числе. Все основные полезные ископаемые есть в Иркутской области. Иркутская область с этой точки зрения абсолютно самодостаточная. И тот огромный промышленный потенциал совершенно точно позволяет эффективно использовать эти ресурсы. Если говорить о ситуации, я бы отметил самое положительное, что есть действительно объем инвестиций в основной капитал, который сегодня осуществляется в области. Это невероятно, но если в целом по стране у нас примерно 130 тысяч рублей инвестиций на человека, то в Иркутской области почувствуете разницу 165 тысяч рублей на одного жителя. Это чрезвычайно прекрасный показатель. Совершенно очевидно также, что и финансовый ресурсный потенциал также в области значим. Только сбережения в банковской системе сегодня составляют 550 миллиардов рублей. А если учесть экспертные оценки, то еще и на руках примерно 250-300 миллиардов рублей у населения. Я думаю, что это тоже совершенно очевидно, очень важный потенциал. Какие проблемы, на мой взгляд, было бы целесообразно сегодня решать в Иркутской области? Ну, первое и главное, я считаю, что нужна комплексная программа промышленной реновации. Совершенно очевидно, что тот большой промышленный потенциал, который есть, он требует модернизации. И очень серьезной, комплексной модернизации. И модернизации не просто закупили новое оборудование, а модернизации в соответствии с новыми тенденциями на инвестиционном рынке. Такие так называемые новые требования по ИСЖ, по ответственному инвестированию, которые требуют учитывать при инвестировании обязательно экологические, социальные и другие аспекты жизнедеятельности населения на территории инвестирования. Поэтому, мне кажется, это сегодня одна из ключевых задач в сфере инвестирования в Восточной Сибири. Учитывая, что инвестиционный потенциал действительно огромный, я глубоко убежден, что область с этим совершенно точно справится. Мы сейчас в торгово-промышленной палате России, в целом в системе торгово-промышленной палат, начали заниматься этим проектом, ответственное инвестирование, промышленные реновации. Уже во многих палатах идет такая работа, она достаточно сквозная такая работа. От комплексного анализа возможностей модернизации промышленных площадок или отдельных предприятий до вопросов расчистки площадок для реализации новых инвестиционных проектов Браунфилд. Мы готовы в этом плане вместе с руководством области и торгово-промышленной палаты Восточной Сибири также активно заниматься этими вопросами у вас. Теперь еще одна проблема, на которую не могу не обратить внимания и по которой тоже готовы вместе с вами работать. В целом по России примерно на тысячу жителей одно предприятие малого и среднего бизнеса. К сожалению, в Иркутской области этот показатель примерно в два раза меньше. Я думаю, что на самом деле малого бизнеса в Иркутской области очень много, но не уверен, что весь этот бизнес официально работает как малый бизнес. Я думаю, что это так называемые незарегистрированные самозанятые. И есть вторая проблема с этим связанная. К сожалению, эта проблема, я хочу сразу сказать, это не вина банковской системы, это просто так беда, так сложилось. Я сам в свое время 15 лет проработал в банковской системе и не хочу возлагать вину на своих коллег. У нас, к сожалению, банки не очень любят работать с малым и средним бизнесом, потому что всегда большие проблемы, связанные с выполнением требований Центрального банка, с отсутствием необходимых залогов, другого обеспечения и так далее и тому подобное. В этой связи мы сейчас тоже плотно занимаемся в системе торгово-промышленных палат вопросами развития небанковских инструментов финансирования. И хочу сказать, что благодаря усилиям и Центрального банка, и Минфина, и Госдумы сегодня принят целый спектр законодательства, позволяющие эффективно использовать новые инструменты небанковского финансирования. Это и коммерческие облигации, и краудфинансирование, и маркетплейс, и инвестиционные товарищества, и целый ряд других. Завтра на инвестсессии, если кому будет интересно, я дам презентацию по этим инструментам небанковского финансирования. Я готов совместно с нашей палатой Восточной Сибири и с администрацией области заниматься вопросами развития этих небанковских инструментов финансирования и у вас в регионе. Ну а банки свою задачу совершенно точно выполнят. Надо сказать, что на сегодняшний день, конечно, банковская система стала устойчивой и эффективной. Я думаю, что в том числе и у вас в регионе. Спасибо. Владимир Андреевич, у меня вопрос по промышленной реновации. Во-первых, сразу параллели с жилищной реновацией возникают. Но там власти четко составили, так скажем, карту действий. Здесь вы сказали, что ведется анализ промышленных предприятий, которые могут быть задействованы в этой программе. Но еще интересный момент. Смотрите, если мы говорим о старых предприятиях, которые создавались еще в советском цикле, они были все, так скажем, спроектированы с учетом неких производственных связей на территории Советского Союза. Сколько лет прошло, сколько тех связей у нас осталось? Вот в этой промышленной реновации, о которой вы сказали, как будет эта проблема решаться? Посмотрите, у нас только из прежних связей, вот только Белоруссия сегодня. Я хочу сказать, что у нас в торгово-промышленной палате создана специальная площадка, причем она находится не в самой федеральной палате, а в Ярославской палате, которая оказывает содействие всем нашим палатам и, естественно, предпринимателям в налаживании кооперационных связей. Кроме того, в Федеральной торгово-промышленной палате сейчас создана специальная рабочая группа с Евразийской экономической комиссией, то же самое по развитию кооперационных связей. И я думаю, что совершенно очевидно, когда будет формироваться проект реконструкции, модернизации той или иной промышленной площадки или отдельного предприятия, совершенно точно в этом проекте надо будет предусмотреть вопросы сохранения, развития тех или иных кооперационных связей. И здесь, я думаю, что система торгово-промышленных палат, которая этим занимается плотно, просто самый ближайший помощник. Просто сразу вспоминается, например, самолетостроение, где у нас возникли проблемы с самым, когда как-то усложнились отношения между странами. Пришлось это все создавать полностью уже своими силами, и, кстати, в том числе и в Иркутской области. Спасибо большое, Владимир Андреевич Гамза. Спасибо.